ребятушки всем привет это будет унылое долгое видео про смартфон от сяоми на базе android one чистой операционки гугла и поэтому советую тем кто эта история не интересно короче of эти видео не смотреть ну а кому интересен смартфон за вот 15 тысяч рублей плюс еще которым ударят эти наушники то в общем-то смотрите mi a3 с android one на борту который купил за 16 900 распаковку я снял но мне лень выкладывать может быть ее сначала выложу может быть не буду выкладывать посмотрим что с этим телефоном не так или так я им пропользовался более-менее нормально где-то три-четыре дня с того момента как взял и сложилось какое-то такое знаете впечатление в общих чертах потому что он был не как основной телефон меня у меня был телефон с моей второй какой там уже 3 симкой и на него на него звонили люди разговаривал сразу могу сказать что если вы берете этот телефон для звонков у него проблем нет вообще потому что я живя в деревне где достаточно хреновая связь вот вы можете видеть значок сети и не знаю как его показать вам блять нормально а ну вот вот это единственная индикация собственно мегафона то есть здесь связь у нас не очень вышки сотовой связи достаточно далеко ближайшие но при этом я сейчас драчу яркость чтобы смотрю как лучше вот на экране моего айфона передает чтобы вам смотреть был приятней даже учитывая что вышки сотовой связи далеко примерный уровень сигнала с айфоном у него плюс-минус на самом деле одинаковый и там и там lte и качество связи вообще не страдает то есть по нему мне звонили на него я с него звонил общался разговаривал вообще все шикарно все отлично то есть если вы берете телефон который вас в основном должен использоваться как чтобы звонить и чтобы он был типа современные там более-менее поддержка на него было это сразу окей сразу берите и можете выключать видео и я собственно этот вопрос сразу закрываю то есть меня слышат очень хорошо я слышу людей очень хорошо разговаривал и с мамой и по работе и там на авито мне кое-кто звонил все отлично все отлично поэтому как звонилка здесь проблем я не испытал следующий момент автономность этого девайса и я могу сразу сказать что изначально когда я только этот телефон настроил точнее как я только купил я его настроил по умолчанию отключив на нем все обновления все лазинья в интернет все общие движения связанные с каким-то автономной какой-то работой каких-то приложений фоне и прочее 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 не вводил google аккаунт не вставлял сим-карты не включал вайфай то есть достал телефон из коробки настроил его активировал все на нем отключил и блокнул его так положил на ночь ждать как вот поведет себя батарея и знаете что я когда телефон утром взял в руки ну у меня чуть инфаркт не шарахнул так скажем да это как бы смешно не было я даже записал по этому поводу пост в инстаграме у меня система android как это увеличить то господи хотя наверно увеличивать не надо вы же видите все система android за ночь съела 70 процентов заряд батареи просто что это блин такое система android я открыл форумы сяоми открыл форумы android one открыл этот который сто лет не открывал как он называется сайт про мобильные устройства да да по моему и ничего толкового не нашел никто с такой проблемой не сталкивался знаете почему таких не стучи я сам открою как я просто в интернете и в россии не нашлось оказывается кто купил смартфон активировал и поставил его не вводя не пароль от вайфая не сим-карту не вставляю ничего положи его на положив его на ночь так никто просто не делал оказывается я потом обратился в местный ее магазинчик сяоми некоторые эти телефоны про то они сказали чувак система пыталась скачать обновления и как она как как ребенок который пытается что-то взять любыми путями да у него хотя это стрёмно конечно для телефона да у него отключен интернет нет сим-карты нет никакого интернета но он в нож хочет эти обновления нужно ему проверить при первом включении оказывается что надо было всего на все включить вайфай подцепить обновление безопасности подцепить обновление android ван установить их и проблема исчезнет и так и случилось я подцепил вайфай стоял сим-карту он загрузил все ему нужные обновления перезагрузился один раз и после этого смартфон у меня живет уже смартфон у меня живет уже три дня он у меня уже живет три дня с последнего заряда батарейки 58 процентов от батарейки если я также буду пользоваться у меня еще четыре дня в запасе использования да я пользовался им конечно немного вот вы можете посмотреть google play market телефон 13 минут разговора всего конечно это немного google сервису google play какие-то непонятные что это блять что это такое невозможно ограничить ну ладно я все ограничиваю сразу что мне нравится то есть телефоном пользовались мало но и он живет три дня то есть то с чем я столкнулся сразу что вроде как батарея себя плохо чувствует да в режиме ожидания этого нет слава богу то есть да он в режиме ожидания уже три дня и у него все хорошо то есть с автономностью меня в общем-то здесь все устраивает и слава богу погнали дальше то есть телефон автономность пока что 10 из 10 основная часть железная этого телефона наверное наряду с батареей на одном уровне экран здесь amoled с разрешением всего лишь hd плюс то есть здесь не 2000 с лишним пикселей здесь 1000 по моему 400 и скажу вам так вот просто в использовании я им просто пользовался проблемы как таковой в общем то наверное не испытывал то есть на нем можно смотреть ролики на нем можно сидеть вконтакте на нем можно слушать музыку и так далее так далее так далее давайте мой кстати видео на втором канале у меня вышло про лего краулера давайте включим пожалуйста я его включаю ну да цвет передачу айфона лучше чё и говорить цвет передачу айфона лучше но сказать что я как-то вот обламываюсь смотря вот так вот видео нет давайте включим видео где побольше цветов интересных потому что я снимал то на айфон и это не очень все выглядит боже на что у меня подписано мама у меня здесь уже аккаунты мамы введены все давайте посмотрим видео где записывал в 4к монитор свой здесь вот светопередачи должно быть все понятнее ну то же самое блин я ненавижу свой голос слушать как выключить то есть вот ты смотришь и ты не обламываешься так скажем то есть я не могу сказать что здесь прям какие-то подружка днр старик дар гарри она в рекламе меня засветилась ну ладно не могу сказать что меня как-то здесь все это обламывает и видео смотреть на пер невозможно да все нормально то есть ну смотреть можно вот видео которое загружал три года назад вот пожалуйста ford raptor здесь стоит да нет вот знаете все отлично пикселей ты не видишь картинка она как бы углы обзора у него тоже нормально опять же таки нужно держать в голове что мы говорим про телефон который скоро будет стоить 12 тысяч рублей или же там 16 но те в подарок подарили вот эти наушники это нужно держать в голове это важно то есть по экрану вы знаете если вот я вот так вот впритык смотрю вот давайте сфокусируюсь видно пикселя на иконках но когда ты смотришь вот так как ты это делаешь обычно в повседневной эксплуатации ну нету 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 того что ты такой блин заплатил там 16 тысяч говно экран нет такого понимаете углы обзора у него вообще ничего не теряет то есть я все вижу отлично ну хотя это такая такой стрёмный такой стрёмный тест который используйте обзорчики на телефон под таким углом ты не смотришь никогда но все равно же не обламываешься поэтому экран здесь на свои деньги если бы здесь стоял амолед в разрешении 2000 пикселей в длину но это это был бы уже не тот ценовой сегмент соответственно по поводу того что амолед выгорает говно и так далее ну тут два года гарантии а больше чем два что это господи а больше чем два года этим устройством пользоваться я думаю мама и не будет поэтому здесь ну вот такая штука да и ps он в эти понадежнее и типа мог взять ноут 7 но ноут 7 по нескольким параметрам мне не понравился камера хуже батарейка меньше настройка сяоми сзади вот этот отпечаток ублюдский здесь вот реальная вот эта вот история что ты наложил палец на экран и у тебя смартфон разблокировался да это работает примерно как touch айди первого поколения но она работает без проблем без сбоев и под любым углом это прикольно система контроля доступа короче меня есть в этом телефоне тоже сбегай вперед устраивает по поводу экрана я ему скину один балл поставлю 9 из 10 потому что ну он типа мог быть лучше но он здесь на свои деньги по поводу системы контроля доступа еще раз говорю на очень удобная фишка ты берешь айфон и тебе сразу на амолед экране отрисовывается отпечаток пальца предлагает разблокировать устройство прикладываешь разблокировался при этом у меня добавлен один палец если один палец добавлю несколько раз он будет вот так момент работать я думаю это мои мысли сам не пробовал бы узнаю что даже если touch айди добавляешь несколько раз он тоже работает быстрее по поводу программного обеспечения которое здесь стоит тоже мне все очень постар понравилось я здесь поставлю тоже 9 из 10 один балл скину за жуткое огромное количество настроек для всего просто почему здесь все понравилось потому что здесь все просто здесь стоит чистый android здесь нет никаких настроек здесь нет никаких сторонних приложений все что можно я отсюда выпилил нахрен и установил необходимый пакет приложений для любого человека вы их видите в принципе на экране все все уведомления все автоматические какие-то лазинги в фоне программ все подключалось все хорошо проблем нет до фотографии открываются ну открываются с какой-то задержкой но например вот вот картинка вот я скачал тоже ну то есть еще кстати эти программы же они были полностью закрыты сейчас это все открывается очень быстро что еще можно сказать по поводу этого телефона с 64 гигабайта памяти учитывая что установился необходимым приложение осталось 48 гигабайт для фотографии видео и какого-то кэша программ более чем хватит опять же таки для использования дайлер вот так вот он выглядит в принципе в принципе терпимо к но клавиши вот как на nexus и только там по моему черный был фон хотя здесь помогут как это убрать по моему здесь тоже можно включить режим энергосбережения да режим энергосбережения больше темных цветов и честно говоря режим энергосбережения мне по дизайну больше нравится как-то он здесь лаконичный симпатичный полоску вот это черным цветом отрисовывается что еще что еще по телефону дизайн его в целом внешний чехол кстати в комплекте идет бесплатно. Дизайн его в целом внешний, ну, он топчик, ребят. Это стекляшка с двух сторон и ничего лишнего. Никаких вот этих сканеров, отпечатков пальца здесь не встроено. Три камеры. Хотя эти три камеры, конечно, сомнительные. Сейчас про это поговорим. То есть вот по дизайну, вот как он в руке сидит, у него наверное это алюминиевая все-таки рамка и две стекляшки. Ну, в духе всех актуальных айфонов. Опять же таки. То есть все очень, в принципе, с этим хорошо. Здесь стекляшка. Опять же таки. Три камеры, фронтальная, три основных. По поводу фотографий снимает он хорошо. Для той цены, вот он стоит, да, 16 тысяч рублей на старте и в подарок еще наушники тебе дают. Он снимает ну, на уровне, блин, айфона 7, наверное. Вот так вот по ощущениям. Почему так зумится? Картинка плохо. Не знаю. Меня вот в целом, если вот так посмотреть, камеру устроил. Ну, опять же таки, со скидкой на цену. И как-то резюмируя, вот все, что я вам рассказал, да, телефон, который обошелся, опять же таки, в 16 тысяч рублей и в подарок наушники, он ну, на эти деньги. Да, можно Redmi Note 7 взять, но у него есть некоторые минусы. IPS-экран, сзади вот этот палец, похуже у него аккумулятор. Ну, по дизайну он мне меньше нравится, опять же таки, от отпечатка пальца. Хотя, в целом, экран чуть-чуть у него побольше. Он IPS, он 2000 с лишним на 1000, ну, короче, больше по разрешению. Но, опять же таки, они примерно, они одинаково стоят. То есть, тут свои плюсы, там свои плюсы, и каждый решает сам для себя. Плюс такой очень большой телефон, он тоже неудобен. Здесь же идеально лежит в руке телефон, хотя, опять же таки, для меня, для кого-то, может, и не идеально, для кого-то он может показаться большим и больше, чем надо. Опять же таки, дизайн, то, что здесь с двух сторон стекляшка и металл, приятно. Android One не загруженный, не захламленный ничем. Быстрота работы в целом устройства. И я-то могу так сказать, что, в принципе, этот телефон, ну, то есть, если бы я был, ну, это, наверное, неправильно так говорить, да? Если бы я себе искал телефон в пределах, а, и идеальная сборка, кстати, вы знаете, айфоны сейчас грешат сборкой. Здесь настолько все круто подогнано, что прям сказка. И две сим-карты, между прочим. Если бы я сейчас себе искал телефон, и это был бы все-таки не айфон, если бы я не был рабом экосистемы Apple, да? И если бы я себе искал смартфон, чтобы просто пользоваться, вот знаете, когда я был студентом, я ездил в школу, в институт, слушал музыку, сидел в ВКонтакте, смотрел Ютубчик, мне нужны были некоторые там программы, там, типа Яндекс.Такси, Инстаграма, то я бы, ну, просто-напросто бы себе этот телефон, наверное, взял. Плюс еще получил бы в подарок вот эти наушники. Это же хорошо, да. И цена небольшая. Плюс его в НТС вообще в рассрочку отдают. То есть, ну, его можно взять там за тысячу рублей в месяц. И не париться. И еще самое, что важно, что ты как бы не очень будешь переживать, если ты его уронишь или что-то с ним еще случится, там, не дай бог. Потому что это там не сто тысяч рублей, как iPhone XS Max. Кстати, затычка в чехле для зарядки, чтобы влага не попадала. А разъем три с половиной миллиметра сверху тоже есть. Короче, резюмируя, этот телефон оценивается мной в девять баллов из десяти. Но с учетом цены. Конечно же. Потому что за эти деньги сейчас можно у Apple взять только iPhone SE. А iPhone SE, ну, это это компромиссы. Потому что экран. Но кроме экрана в iPhone SE, наверное, в остальном будет не хуже. Но, опять же таки, экран это важно. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого телефона. Опять же таки, я его купил, еще раз повторюсь, не себе. Я его купил для мамы. Она им будет пользоваться. И по мере использования, если будет что-то с ним вдруг не так, я постараюсь вам рассказать. А у нее, кстати, смартфон сейчас Redmi 4. Очень старый телефон. Ему года два с половиной уже. А модели года три. Я думаю, может его и реализовать на канале. Мало ли кому нужна звонилка Redmi 4. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам было интересно послушать мнение о смартфоне Mi A3. Ну и, соответственно, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. или задавайте вопросы по этому телефону. А также напишите в комментарии, нужно ли делать обзор какой-то более-менее полноценный наушников от Xiaomi. Кстати, это оказывается какая-то про-версия этих наушников. Поэтому, в общем, спасибо. Спасибо.